всем привет друзья находимся сейчас на саратовской земле спасибо моему другу юри что здесь нахожусь да у нас лайф охота лайф видео живое сегодня 26 марта второй день открытия охоты на саратовской земле я считаю отлично поохотились добыли 14 гусей 6 гумеников из них добыли 5 селезней уток это селезни у нас были связи и криковые селезня сейчас мы будем собственно готовить одно из культовых наших блюд грудки в малиновом соусе или в малины с малиновым соусом это блюдо у нас наверно будет в этом году таким традиционным постараемся его сделать конечно немножко тяжело готовить но в целом как бы неплохо должно получиться сейчас я вам покажу что для этого необходимо для приготовления этого блюда вот щипали мы значит три селезня вырезали из них грудки здесь селезень кряквы и 2 2 половинки от грудок селезня связи связи там значит нам необходимо масло сливочное 100 грамм соль головка чеснока ну собственно сам малиновый джем смесь перцев и шафран также нам необходимо томатная паста можно брать любую помидоркой либо хайнс без разницы и необходимо красное вино ну в данном случае у нас амра абхазская хорошее вино красное по моему сухой полуслажный сухой вино столовый полусухой красный ну да соевый соус и майонез майонез пропал нам необходим для маринада для шампиньонов грудки мы будем готовить на углях и соответственно потом приготовим овощи и грибы собственно на этих же углях как гарнир нашему блюду ну что ж приступим к готовке давай наверное сейчас я сразу расскажу как делать подготавливать грудки ко всему этому нашему блюду прежде чем готовить грудки на открытом огне во первых нам грудки нужны со шкуркой и чтобы грудки прожарились нам нужно сделать продольные надрезы на каждый из половинок причем эти надрезы нужно делать не до мяса ну в смысле не задевать мясо просто разрезать саму шкурку это необходимо для того чтобы у нас лишний жир вот я сделал разрез соответственно мясо стараюсь не задевать по возможности надрезаем только шкурку чтобы жир выходил а мясо прожарилось грудки мы будем готовить medium well то есть слегка розоватые внутри а шкурка нам необходимо тоже чтобы мясо не подсыхала и готовилась на углях под собственным скажем жиром ну что продолжим видео тогда когда уже грудки будут на огне я думаю что всем вам понравится и вы будете пользоваться этим блюдом и делать его для своих друзей в качестве гарнира к нашему блюду будет будут овощи приготовленные также на решетке на углях это будет помидоры и шампиньоны с помидорами как бы все ясно их подготавливать не надо просто разложу на решетку и на углях чуть-чуть поджарил а вот шампиньоны они у нас уже замаринованы в соусе соус я сделал просто юра почистил шампиньоны мы положили в пакет залили майонезом и залили соевым соусом ну на глаз соевый соус там грамм 50 может быть 100 и майонеза в принципе грамм тоже 200 на все это так перемешали в пакете и пока у нас будет готовить грудки пока мы будем делать соус грудкам малиновый я думаю шампиньоны замаринуются и мы их в течение там 10 минут приготовим на углях поэтому сейчас я завязываю этот пакет оставляю его маринацию и подсаливаю грудки для этого нам потребуется соль здесь неважно крупная или мелкая соль просто та соль которая у вас говорится в данном случае есть под рукой немножко просаливаем с двух сторон значит просолили все грудки все грудочки просолены у нас и теперь я их выкладываю на решетку все закрываем решетку и идем нашим углям идем должен там вопрос за таком для чего профиля на гуси на охоте в двадцать первом веке дают нужны в качестве экрана для приготовления без мангала степи и без мангала конечно тяжело да леди особенно в такой сырой степи степь сырая кстати у нас вон там скороток ну значит Юра готовит грудки они уже на подходе а я пойду в это время параллельно начну готовить соус к этим грудкам потому что важно сделать это практически одновременно чтобы грудки не успели остыть был готов соус теплый и были готовы овощи к нашему гарниру нам необходимо нарезать мелко чеснок и начать его обжаривать приступаем итак чеснок у нас мелко нарезан на сковородке налито масло немножко совсем растительного масла кидаем туда чеснок и обжариваем его до появления слегка золотистой корочки итак чеснок обжарен до появления золотистой корочки очень важно не пережарить чеснок иначе будет горчить это известное всем правило сейчас добавляем туда томатную пасту пасту томатную добавили теперь размешиваем чеснок томатной пастой так нужно необходимо газ уменьшить уменьшаем газ а у ложку балла до газ уменьшили буквально несколько минут две-три минутки мы это обжариваем пока томатная паста не примет более жидкий вид и добавляем сюда красное вино наше томатная паста у нас приняла более жидкую форму добавляем красное вино и так соус наш слегка закипел потомился где-то минуту-две и свойственные любому алкогольному напитку пары выветрились и можно уже приступать к дальнейшему процессу приготовления нашего соуса а дальше мы добавляем немного шафрана и смесь перцев или в наш соус смесь перцев и чуть-чуть совсем шафрана теперь наш соус перемешиваем вскоре будем добавлять следующий ингредиент я слышу шаги приближающегося юры и он приносит нам утиные грудки соус практически готов юр и грудочки смотрю тоже готова да какая красота значит сейчас мы их выложим на тарелочку а я добавлю самый главный ингредиент это малиновый джем в наш готовящийся соус малиновый джем соус добавлен сейчас я его размешиваю и даю опять же немножко под закипеть так сейчас я его размешаю говоришь готовность проверим давай сделаем надрез держи как раз я бы даже сказал что передержать да чуть-чуть передержали но в принципе я думаю ничего страшного в условиях нашего птичьего гриппа это это даже это даже плюс да поэтому продолжая дальше размешивать наш соус и юра сейчас пойдет готовить гарнир значит жареные на углях апельсины апельсины соус практически готов он нагрет теперь мы снимаем наш будущий соус с огня и добавляем туда сейчас поставлю сюда добавлю сливочного масла 100 грамм есть 100 грамм сливочного масла но сковороду мы уже снимаем с открытого огня и ждем когда сливочное масло слегка помешивая раствориться в нашем будущем соусе это придаст соусу шелковистый аромат сливочного масла как мой хороший друг скажет и практически уже все готово для нашего обеденного стола на гусиной охоте 2017 года ну вот друзья совместными усилиями нас юры приготовили себе отличный ужин достойный настоящих охотников гусятников это у нас путиные грудки в малиновом с малиновым сою соусом и на гарнир у нас будут жареные помидоры и шампиньоны на углях апельсина к сожалению как обещали у нас сначала укладываем соус причем соус должен быть чуть больше ширины чем сама утиная грудка одна тарелочка готова вторую тарелочку укладываем соус есть горячая опа вот и добавляем немного овощей и грибов такие вот мы готовим изыски говорится под хорошее настроение на нашей гусиноохоте конечно не всегда мы это делаем но бывает что что два раза в день бывает поэтому у нас с юрой открыта вакансия на должность повара или в идеале конечно поварить стойкой ко всем тяготам и лишением гусиной охоты ну что ж приглашаю юру за стол себе нам ну а вы только можете наверно отпустить слюнку и порадоваться за нас что вот иногда такое бывает на гусиноохоте несмотря на дождь вчерашний ливень с пары истым ветром до 15 метров в секунду сегодняшним утром 7 градусным морозом мы иногда себе позволяем такое вот лакомство всем пока до скорых встреч